Пеориси Арччантер, США, ключевые факты об американских иммигрантах Джин Редфорд Пеориси Арччантер, США 6 июня 2019 года В США больше иммигрантов, чем в любой другой стране мира На сегодняшний день более 40 миллионов человек, живущих в США, являются уроженцами других стран Что составляет около 1,5 всех мигрантов в мире в 2017 году Иммигрантское население также очень разнообразно И среди иммигрантов США представлены выходцы практически из каждой страны в мире Исследовательский центр Пью, Пеориси Арччантер Регулярно публикует статистические портреты населения стран и иностранного происхождения Которые включают в себя исторические тенденции с 1960 года Ниже, основываясь на этих портретах Мы приводим ответы на некоторые ключевые вопросы Касающиеся иммигрантского населения США Сколько людей, живущих в США, являются иммигрантами? Количество уроженцев других стран, проживающих в США, достигло рекордных 44,4 миллионов человек в 2017 году С 1965 года, когда иммиграционные законы США сменили национальную систему квот, число иммигрантов в Америке увеличилось более чем в 4 раза Сегодня иммигранты составляют 13,6% населения США, что почти в 3 раза превышает соответствующую долю 4,7% в 1970 году Однако сегодня доля иммигрантов остается ниже рекордной 14,8% в 1890 году, когда в США проживало 9,2 миллиона иммигрантов Каков юридический статус иммигрантов в США? Большинство иммигрантов, 76%, находятся в стране на законных основаниях, в то время как около четверти от общего числа являются нелегальными, согласно новым оценкам Центра Пью, основанным на данных переписи, скорректированных с учетом неполной регистрации В 2016 году 45% из них стали гражданами США В 2016 году около 27% иммигрантов имели постоянный вид на жительство, а 5% временный Еще 24% всех иммигрантов были незаконными С 1990 по 2007 год численность нелегальных иммигрантов увеличилась втрое, с 3,5 миллионов до рекордно высокого уровня в 12,2 миллиона Во время Великой рецессии их число сократилось на 1 миллион и с тех пор выровнялось В 2016 году в США насчитывалось 10,7 миллионов нелегальных иммигрантов, что составляет 3,3% населения страны Сокращение численности нелегальных иммигрантов в основном связано с сокращением потока иммигрантов из Мексики Самой большой группы незаконных иммигрантов в США В период с 2007 по 2016 год эта группа сократилась более чем на 1 миллион Между тем, количество переселенцев из Центральной Америки возросло Все ли легальные иммигранты становятся гражданами США? Не все законные постоянно проживающие в стране лица стремятся получить гражданство США Те, кто желает это сделать, могут подать заявку, если выполнят определенные условия, в том числе проживут в США 5 лет В 2018 отчетном году около 800 тысяч иммигрантов подали заявки на получение гражданства Количество заявок на натурализацию в последние годы возросло, хотя среднегодовое количество остается ниже 1,4 миллиона заявок, поданных в 2007 году Как правило, большинство иммигрантов, имеющих право на натурализацию, подают заявление на получение гражданства Тем не менее, мексиканские законные иммигранты в целом гораздо реже других получают гражданство Языковые и личные барьеры, отсутствие интереса и финансовые барьеры являются одними из главных причин отказа от натурализации На которые ссылаются мексиканские владельцы Green Card Согласно опросу исследовательского центра Pew 2015 года Откуда приезжают иммигранты? Мексика – главная страна, откуда иммигранты попадают в США В 2017 году 11,2 миллиона иммигрантов, проживающих в США, были ее уроженцами, что составляет 25% всех иммигрантов в США Следующие по величине группы иммигрантов были родом из Китая – 6%, Индии – 6%, Филиппин – 5% и Сальвадора – 3% По регионам происхождения иммигранты из Южной и Восточной Азии вместе взятые составили 27% всех иммигрантов, что близко к доле иммигрантов из Мексики – 25% Другие регионы менее широко представлены – Европа, Канада – 13%, Карибский бассейн – 10%, Центральная Америка – 8%, Южная Америка – 7%, Ближний Восток – 4%, из страны Африки к югу от Сахары – 4% Кто приезжает сейчас? Каждый год в США приезжают более 1 миллиона иммигрантов В 2017 году главной страной, из которой пребывали в США новые иммигранты, стала Индия, откуда приехало 126 тысяч человек Следом шли Мексика – 124 тысячи человек, Китай – 121 тысяча человек, и Куба – 41 тысяча человек Что касается расы и этнической принадлежности, с 2010 года иммигрантов-азиатов чаще всего пребывало в США больше, чем у латиноамериканцев Иммиграция из Латинской Америки замедлилась после Великой Рецессии, особенно из Мексики, где в последние несколько лет наблюдалось сокращение сальдо-миграции в США Вероятно, к 2055 году азиаты станут самой большой группой иммигрантов в США, обогнав латиноамериканцев По оценкам исследовательского центра Pew, в 2065 году азиаты будут составлять около 38% всех иммигрантов Латиноамериканцы – 31%, белые – 20%, и темнокожие – 9% Растет ли численность иммигрантов? Количество вновь пребывающих иммигрантов сократилось, главным образом, из-за уменьшения числа нелегальных иммигрантов в США То, что численность незаконных иммигрантов стала расти медленнее, может быть отчасти связано с тем, что больше мексиканских мигрантов покидают США, чем выезжают Согласно прогнозам, на долю иммигрантов и их потомков, будет приходиться 88% прироста населения США к 2065 году, если предположить, что текущие тенденции в области иммиграции сохранятся Помимо вновь прибывших, рождение детей у родителей иммигрантов будет иметь важные значения для будущего роста населения страны В 2017 году процент женщин, родивших в течение прошедшего года, был выше среди иммигрантов 7,5%, чем среди уроженок США 5,8% Женщины, родившиеся в США, произвели на свет в том году более 3 миллионов детей, тогда как у женщин и иммигрантов родилось около 780 тысяч детей Сколько иммигрантов в США являются беженцами? Со времени создания федеральной программы переселения беженцев в 1980 году в США было переселено около 3 миллионов беженцев, больше, чем в любой другой стране В 2018 году в США были переселены в общей сложности 22 491 беженец Самой большой группой беженцев по происхождению были уроженцы Демократической Республики Комга, за которой следует Бирма, Мьянма, Украина, Бутан и Эритрия Среди всех беженцев, принятых в этом отчетном году, 3495, мусульмане, 16% и 16 018, христиане, 71% В Техас, Вашингтон, Огайо и Калифорнию были переселены более четверти всех беженцев, принятых в отчетном 2018 году Где именно в Америке живет большинство иммигрантов? Примерно половина, 45%, из 44,4 миллионов иммигрантов в стране проживают в трех штатах В Калифорнии, 24%, Техасе, 11%, и Нью-Йорке, 10% В Калифорнии в 2017 году было самое большое количество иммигрантов среди всех штатов, 10,6 миллиона человек Техас и Нью-Йорк приняли более 4,5 миллионов иммигрантов каждый Что касается регионов, примерно две трети иммигрантов проживали на Западе, 34%, и юге, 33% Примерно пятая часть проживала на Северо-Востоке, 21%, а 11% на Среднем Западе В 2017 году большинство иммигрантов проживали в 20 крупных мегаполисах, главным образом в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами В этих 20 крупных городах и их пригородах проживали 28,7 миллиона иммигрантов, или 64,7% от общей численности иммигрантов в стране Большая часть нелегальных мигрантов также проживает в этих крупных городских центрах Насколько образованы иммигранты в сравнении с общей массой американцев? Иммигранты в США в целом имеют более низкий уровень образования, чем уроженцы страны В 2017 году среди иммигрантов было втрое больше людей без полного среднего образования, чем среди уроженцев в США, 27% против 9% Тем не менее среди иммигрантов такой же процент людей, имеющих степень бакалавра или выше, 31% и 32% соответственно Уровень образования варьируется среди национальных групп иммигрантов, особенно среди иммигрантов из разных регионов мира Иммигранты из Мексики и Центральной Америки с меньшей вероятностью будут лицами, закончившими школу, чем американцы, 54% и 46%, соответственно, не имеют свидетельства о среднем образовании, по сравнению с 9% американцев С другой стороны, иммигранты из Южной и Восточной Азии, Европы, Канады, Ближнего Востока и стран Африки к югу от сахара чаще, чем жители США, имеют степень бакалавра или ученую степень Среди всех иммигрантов выходцы из Южной и Восточной Азии, 53%, и Ближнего Востока, 48%, с наибольшей вероятностью будут иметь высшее образование Иммигранты из Мексики, 7%, и Центральной Америки, 11%, реже всех имели степень бакалавра или выше Сколько иммигрантов работают в США? Иммигранты, независимо от их правового статуса, заняты на самых разных работах и не составляют большинство работников какой-либо отдельной отрасли в США Законные иммигранты, скорее всего, работают по своей профессии, на управленческих, деловых и финансовых должностях, 38%, или в сфере обслуживания, 21% Напротив, нелегальные иммигранты, скорее всего, работают в сфере услуг, 31%, или на стройках, 17% Предполагается, что иммигранты будут способствовать дальнейшему росту численности населения трудоспособного возраста в США как минимум до 2035 года Поскольку поколение Бабибум приближается к пенсионному возрасту, ожидается, что иммигранты и их дети компенсируют сокращение населения трудоспособного возраста, добавив около 18 миллионов человек трудоспособного возраста между 2015 и 2035 годами Насколько хорошо иммигранты говорят по-английски? Среди иммигрантов в возрасте от 5 лет и старше половины, 52%, достаточно хорошо говорят по-английски, либо владеют английским языком очень хорошо, 36%, либо говорят по-английски только дома, 16% У иммигрантов из Мексики самый низкий уровень владения английским языком, 33%, за ними следуют уроженцы Центральной Америки, 34%, Южной Америки, 54%, и иммигранты из Южной и Восточной Азии, 56%, в Европе или Канаде, 77%, в странах Африки к югу от Сахары, 73%, и на Ближнем Востоке, 61%, уровень владения английским языком самый высокий Чем дольше иммигранты прожили в США, тем выше вероятность, что они владеют английским языком Около 45% иммигрантов, проживающих в США 5 лет или менее, хорошо знают английский Напротив, более половины, 56%, иммигрантов, которые проживают в США в течение 20 или более лет Владеет английским в совершенстве Среди иммигрантов в возрасте от 5 лет и старший испанский язык является наиболее распространенным языком Около 43% иммигрантов в США говорят по-испански дома 5 самых частотных языков, на которых говорят иммигранты у себя дома, помимо испанского, это только английский, 17%, за ним следует китайский, 6%, хинди, 5%, филиппинский, тагальский, 4%, и французский, 3% Сколько иммигрантов депортировали за последнее время? Около 295 тысяч мигрантов были депортированы из США в 2017 отчетном году, а это меньше, чем в 2016 году В целом администрация Обамы депортировала около 3 миллионов иммигрантов в период с 2009 по 2016 год Что значительно больше, чем 2 миллиона иммигрантов, депортированных администрацией Буша в период с 2001 по 2008 год В 2017 году администрация Трампа депортировала 295 тысяч иммигрантов, что является самым низким показателем с 2006 года Иммигранты, имеющие судимость, составляли меньшинство среди всех депортированных в 2017 году, самом последнем году, по которому имеются статистические данные о криминальном статусе Из 295 тысяч иммигрантов, депортированных в 2017 году, около 41% имели судимости и 59% не были судимы С 2001 по 2017 год большинство, 60% депортированных иммигрантов не были осуждены за совершение преступления Сколько задержаний иммигрантов происходит на границе между Мексикой и США? Количество задержаний на границе США и Мексики резко сократилось за последние 10 с лишним лет С более чем миллиона случаев в 2006 отчетном году до 396 579 и в 2018 отчетном году Сегодня на границе арестовывают больше людей других национальностей, чем мексиканцев В 2018 отчетном году задержания выходцев из Центральной Америки на границе превышали случаи ареста мексиканцев третий год подряд И четвертый раз с 2000 года, самого раннего периода, по которому имеются данные по стране Как относятся американцы к иммигрантам и иммиграции? Пока вопросы иммиграции стоят на повестке дня политических дебатов, американская общественность относится к живущим в стране иммигрантам по-разному В целом большинство американцев настроены к иммигрантам позитивно 6 из 10 американцев, 62%, говорят, что иммигранты делают страну сильнее благодаря своим способностям и труду Тогда как четверть считает, что иммигранты осложняют ситуацию в стране, занимая рабочие места, жилье и получая услуги в сфере здравоохранения Тем не менее эти взгляды резко различаются в зависимости от политической принадлежности респондентов Среди демократов и склоняющихся к их позиции членов независимых партий 83% считают, что иммигранты укрепляют страну своим трудолюбием и талантами И только 11% считают их бременем Среди республиканцев и членов независимых партий республиканских взглядов 38% говорят, что иммигранты укрепляют страну А почти половина, 49%, заявляют, что не обременяют ее Американцы разошлись во мнениях о будущем уровне иммиграции Четверть сказала, что иммиграция в США должна стать меньше, 24%, в то время как одна треть, 38%, сказала, что иммиграция должна остаться на нынешнем уровне И почти еще треть, 32%, сказала, что иммиграция должна расти Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ